Здравствуйте, друзья! Сегодня мы решили рассказать тему, как штриховать голову и в каком направлении накладывать штриховку на портрете. На самом деле, тема-то достаточно избитая, тоже интересная, но она уже повторялась много раз, но теперь отдельное видео по этому поводу. Итак, здравствуйте, друзья! Я пишу книгу, которая посвящена рисованию головы человека, и параллельно к этой книге мы создаем видеокурс, который посвящен постадийному рисованию каждой из голов. Мы уже записали первый этап, состоящий из пяти работ. Там будет череп и корше, гипсовая голова, и там показана методика, как нужно вести работу для того, чтобы получился правильный рисунок. Речь идет, скорее, не о том, как завершать работу, а о том, как правильно мыслить от первого до последнего шага ведения работы. Если вам это интересно, то переходите на арт-студию Виталия Лещенко, где вы можете увидеть всю нужную информацию, она в описании внизу, вот, и там вы можете этот курс купить, и, в общем, дальше будет еще второй курс, третий курс, так что следите за новостями. Тот курс рисования, который мы записали, он, на самом деле, пригодится больше всего начинающим художникам, студентам, которые только что поступили, может быть, абитуриентам. Может быть, он будет полезен для педагогов художественных школ, которые показывают своим ученикам, как ведется та или другая работа над тем или другим заданием. Поэтому он предназначен именно для начинающих художников, те, кто еще ищут путь работы над рисунком. Удачи! Что у нас с вами есть изначально? У нас с вами есть представление о предмете, как о сфере, и есть представление о предмете, как о объемной форме. Из-за этого принципа двух представлений о предмете и меняется направление штриха. Я сейчас вот перед собой держу кучу карандашей. Тут вот мягкий материал у меня, здесь у меня сепия прессованная. Ей удобнее всего, потому что на видео ее лучше видно, чем графитные карандаши. Вот. Поэтому сегодня мы разговариваем именно с помощью этого материала. Итак, представим себе ситуацию, что вы рассматриваете предмет в виде шара. Для того, чтобы понять... Эллипс получился, да? Ну, потому что голова, она вытянутая вот таким образом. Соответственно, у нас есть некая центральная область, которая превращается в уши, и скуловые кости, которые меняют направление здесь и здесь. Поэтому свет, в большинстве случаев приходящий сверху, конечно же, не снизу, заставляет нас видеть или изображать структуру штриха, которая будет наполнена вот таким образом. Соответственно, штрих, который мы наносим здесь, соответствует вот такому раскрытию эллипсов верхней части. Как только мы переходим границу скул, форма разворачивается от положительного в отрицательную. Снег теперь здесь уже не будет задерживаться, да? Света здесь не будет, все остальное будет темным. И поэтому форма, перевернувшись из одного состояния, которое ловит свет, отворачиваясь от него, превращается в систему отвернутой структуры, объема, уходящего в эту сторону. Поэтому, если вы штрихуете голову как шар, то, конечно, вам понадобится очень четкое, очень ясное представление, что вы выбираете одно направление штриха, одно направление формы и начинаете действовать вот в таком действии здесь и вот так здесь. Представим себе ситуацию, что вы нарисовали волосы, что вы нарисовали уши, глаза, нос, губы, подбородок. Такая очень простая дурацкая схема. Вот. И вот вам нужно сделать так, чтобы он был объемный, исходя из этих событий. Вот ваши скулы. И поэтому в большей части все, что будет находиться здесь, будет штриховаться в виде вот такого направления и в виде вот такого направления формы. Потому что, во-первых, и раскрытие лобной кости будет подталкивать вас под такое решение, и раскрытие скулы здесь и здесь будет подталкивать вас с этим направлением, и поверхность носа все больше и больше подталкивает вас к выбору именно вот такого штриха, который находится здесь. Но как только вы перешли границу скулы и форма начала разворачиваться в обратную сторону, здесь больше подходит штриховка, идущая в обратную сторону, которая расскажет, что форма идет в другом направлении. Об этом будет говорить и низ подбородка, об этом будет говорить низ губы здесь и здесь. Также все поверхности, которые находятся здесь, являются также событиями, которые закрываются здесь, и поэтому вы увидите, как тон меняется в этом и в этом направлении. Если мы подходим к рисованию головы как к шару, как к сферической форме, и с выбором только поперечной системы, готовьтесь, все будет в конце совсем не так. Поэтому если сейчас вам кажется, что тот выбор, который я сейчас делаю, слишком примитивен, и вы уже готовы спорить со мной, я очень рад по этому поводу, дождитесь конца видео. Теперь, если мы говорим о предмете как о геометрическом предмете, соответственно, мы выбираем максимально точную штриховку, которая поможет нам создать поперечную систему действия, и поэтому поверхность лба, которую мы штрихуем здесь, мы будем штриховать вот в таком направлении, а поверхность височную и теменную, которые уходят здесь, мы будем штриховать вот в таком направлении. Это нам нужно для того, чтобы показать объем. Соответственно, если бы на эту поверхность накладывалась система рисования геометрических действий, то мы штриховали бы вот в этом направлении лоб и вот в этом направлении височную часть, для того, чтобы показать, как форма уходит в ту или в другую сторону, потому что здесь есть, естественно, срезанные поверхности, и поэтому здесь поверхность такая, здесь поверхность такая, здесь поверхность такая, либо такая. Почему это происходит? Все дело в том, что для того, чтобы показать глубину геометрического предмета, Ну, вот, допустим, мы рисуем портрет, когда лоб здесь, брови вот так в эту часть, нос выходит сюда вперёд, здесь глаза, здесь у нас будет рот, здесь будет ухо, в этой, в этой части. Здесь, 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 здесь. Вот, когда мы это делаем, для того, чтобы показать глубину, мы можем использовать сферическую штриховку, которая покажет нам этот объём. Но тут максимально быстро и максимально ясно передать глубину можно штриховкой, которая распиливает предмет пополам, тем самым заталкивая нас с передней поверхности, которая будет и на передней поверхности носа, и на боковой поверхности носа. Поэтому здесь максимально удобная штриховка для того, чтобы объяснить, что здесь есть высота предмета, это вот такой путь. Поэтому у щеки или у скулы здесь будет такое же направление, у поверхности лба будет такое же направление, у поверхности губы с уголочком здесь будет такое же направление, здесь будет такое же направление, подбородок будет штриховаться точно так же. Тем самым мы создали объёмную систему построения, используя вот этот геометрический метод поперечного сечения. Вы говорите, ну, можно же резать и вот так форму, и вот так. Поэтому здесь также допускаются штриховки, которые идут в направлении в этом, в направлении этом, в направлении этом, потому что они также показывают глубину. Это геометрический способ штрихования, который позволяет нам максимально быстро и максимально ясно говорить о глубине любого предмета. Берете любой предмет, например, сложные предметы, такие есть, как ухо, когда вы выстраиваете козелок, завиток, все вот эти части, мочку уха и начинаете видеть углубление отверстия, завитковую территорию здесь. Но свет так устроен, что он показывает вам систему спила этого объема, и вы начинаете каждый предмет пилить поперек его действия. Соответственно, здесь вы перешли через завиток, в ямочку упали, развернулись, ушли вовнутрь, вы совершаете вот такую систему линейного распила, и штриховку, которую вы ставите, максимально информативно рассказывает вам о глубине предмета, если вы используете вот такой объем. Посмотрите, почти все художники графики, которые работают с активным штрихом, используют этот метод, он очень удобный. Без него вообще тяжело справиться, потому что он, ну, не знаю, самый простой, самый пространственный, наверное, единственно возможный в дальнейшем. В итоге вы поймете, что для того, чтобы получалась глубина любого предмета здесь и здесь, вам в любом случае понадобится вилка трех линий, о которых я все время говорю в других видео, чтобы получилась глубина. Раз, два, три. Тогда глубина будет. Раз, два, три. И они должны быть так спрятаны, чтобы никто не увидел вот такого и такого примитивного мышления в вашей работе, хотя оно может стать и очень звонким. Итак, это два основных метода. А теперь попробуем сделать самое важное. Теперь попробуем понять, что на самом деле этот и этот метод не жизнеспособен в виде выхолощенной системы. Он способен только при условии поэтичного использования и использования всех этих же событий, которые есть здесь, но умно. Что значит умно? Есть детали в человеческом теле, которые более геометричны, которые требуют геометрического подхода действий, а есть детали, которые более сферичны здесь и здесь, которые требуют сферичного подхода. Эти два метода перемешиваются друг с другом, накладываются друг на друга, и поэтому, если вы не способны думать так одновременно, то вы можете думать попеременно. То есть попеременно так построить все, из-за чего и возникает вот эта ужасная система, где вас заставляют проволочно выстраивать точки, выстраивать эти линии, сводить эти краешки для того, чтобы найти все углы, все срезы, ухо, поворот, размеры, скулы. Если эта система вам и так уже понятна, и вы это все и так чувствуете, вы можете одновременно с этим начинать вести рассказ, который говорит о том, что любой предмет, который вы видите как сферическую форму, вы можете сочетать сразу с работой объемных структур, потому что эта сферическая масса лба может сразу подарить вам вот такую более говорящую об объеме систему, чем просто поставленные две точки, одна линия или поставленные примитивные геометрические системы. Но если вдруг вы слишком округляете форму и не чувствуете эту геометрию, не чувствуете грани этих отношений, то, безусловно, вы начнете гранить каждый элемент, показывая, куда направлена форма, из-за чего поэзия предмета станет сложнее. Так вот, если рассматривать рисунки старых мастеров, вы обнаружите, насколько уникально люди пользуются, например, приемом штриха, работающим по объеме, сочетая один и другой метод. Представьте, что мы делаем волосы, которые находятся в этой части. Эти волосы выходят из поверхности, допустим, макушки, разворачиваясь в одну сторону, уходят вовнутрь, огибают край лобного бугра, направляясь в сторону уха, касаются уха, приподнимаются по этой поверхности, огибают ухо, заворачиваются вовнутрь. Что я делаю? Я показываю, как можно с помощью сферичного представления о форме, который мы видим здесь, показывать те же самые структуры, которые есть на голове, то есть сломы этих точек, поворотов, но при этом использовать сразу два принципа. Внутреннее каркасное мышление и свободная линейная пластика сферического объема, которая дает нам направление по форме, по кругу, загибается вовнутрь. Любую деталь, которую вы строите, на самом деле можно рассматривать как сферу жесткогеометрических структур. Если вы начнете работать сразу в двух направлениях, ваш рисунок станет гораздо богаче. И поэтому можно на самом деле эти правила вообще нарушать, потому что штриховки может и не быть. Здесь может быть просто тон, который собирает эту часть, но направленность этого тона определяется границами этого тона. Поэтому если вдруг вы не штрихуете или делаете это просто пятнами, то посмотрите рисунки Шухаева или Яковлева, вы обнаружите, как это происходит. Сейчас здесь появился Шухаев и Яковлев, эти рисунки, которые сделаны мягким материалом. И это очень важно, чтобы было понятно, как они трансформируют объем без использования штриха. И также теперь мы ввухух убираем, и теперь здесь появляются рисунки, которые сделаны при помощи штриха, который наложен одновременно во всех направлениях и в ту, и в другую сторону, но с очень жестким отбором, когда они еще не перемешаны. И вот здесь сейчас появился этот рисунок. Вот они так работают. Но если вы возьмете все остальные рисунки других мастеров, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рубенс, Рембрандт, вы видите, как меняется система. Штрих всегда присутствует, но как в работе постоянно-постоянно используется этот метод, когда одна форма понимается, вторая форма понимается, перемешана и существует внутри. Я предлагаю вам выработать свой метод, используя как бы вот эту первичную схему, без которой, наверное, невозможно будет справиться, или выработать свой метод, который не будет похож на все предыдущие видимые вами образцы. Желаю вам удачи, друзья, и задавайте вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!